Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители канала Марина Цветы. Приглашаю вас связать вместе со мной вот такую повязку на голову, которая вяжется очень легко и быстро узором шишечки или пышный столбик. И повязочка выглядит очень объемно, хорошо вязать ниточками акрил, махир, полушерстяные с добавкой, вот такой пушистой ниточкой. Очень легко и быстро вяжется и смотрится достаточно оригинально. Дорогие мои друзья, вот такой узор и вот такое оформление можно использовать и для отворота шапочки. Это будет очень оригинально и красиво. Особенно все, кто любит такие объемные шапки, которые не плотно по головке вот у нас сидят, а действительно еще украшают вот таким ободочком. Узор вяжется очень легко. Приглашаю вас вместе со мной очень быстро связать красивую, необычную повязку для прохладной погоды. Узор называется пышный столбик или шишечки. Но вот я подобрала такую красивую ниточку и действительно напоминает даже жемчужинки с перламутром. Поэтому очень оригинальная повязочка. Вяжем мы с вами крючком. Я вяжу сейчас акрилом. Крючок у меня 2,5 мм. Но когда вы будете использовать ниточку, на этикетке всегда есть рекомендованный размер крючков и спицы. Мы должны с вами сначала связать цепочку из воздушных петель. Дорогие мои друзья, все повязочки очень хорошо тянутся. Они эластичны. Я советую сделать замер головки. Это по лобику и затылку замер сделать, окружность головы. И отнять от этого размера от 1,5 до 3 см. Чтобы повязочка плотно сидела на головке у вас или у вашего ребенка. Для начинающих вязать я хочу показать сразу, как мы делаем цепочку из воздушных петель. Короткие край ниточки мы опускаем на большой палец, в кисть протягиваем. Длинный край нить за указательный. И тоже пропускаем в ладошку. Крючок берем в правую руку. Заводим под верхнюю нить на себя. Пропускаем через нижнюю нить. Поворачиваем и протягиваем верхнюю ниточку. У нас получилась первая воздушная петля. И начало цепочки. Эта петля у нас считается первой. Вы делаете замер окружности головы и рассчитываем, сколько воздушных петель будет в тех сантиметрах, которые вы записали. Я вяжу сейчас контрольный образец, для того, чтобы показать, как вяжется узор шишечки. Итак, вяжем цепочку из 30 петелек. Вот такая цепочка из воздушных 30 петель. Петли не затягиваем туго, для того, чтобы нам было легко вязать. Делаем 2 петли подъема. И теперь в третью петлю предыдущего ряда этой воздушной цепочки пропускаем с вами крючок. Делаем накид. Крючок вводим в третью петлю предыдущего ряда. И вытягиваем петлю длиной от полусантиметра до полутора сантиметра. В зависимости от того, какой высоты вы хотите сделать пышный столбик или шишечку. Ну вот у меня где-то будет до сантиметра. Делаем снова накид на себя. В эту же петлю мы пропускаем снова крючок, вводим, вытягиваем такой же длины, как и предыдущую мы делали. Снова накид на себя, вводим в петлю эту же предыдущего ряда, вытягиваем, поправляем, чтобы у вас одинаковый был размер всех петелечек. И теперь мы с вами протягиваем, делаем накид и протягиваем через все петелечки, кроме первой. Дорогие мои друзья, мы сейчас будем с вами формировать вершину пышного столбика. Вот у нас на крючке две петли. Мы делаем накид и протягиваем его через две петли. И вот у нас получился с вами вершина пышного столбика. Теперь я делаю одну воздушную петлю, накид, пропускаем одну петлю предыдущего ряда, во вторую петелечку вводим крючок, вытягиваем ниточку от полсантиметра до полутора, в зависимости, какой высоту шишечки вы хотите получить. И таким способом мы с вами формируем три столбика с накидом. И таким способом мы с вами провязываем три петли. Вот у нас накид получился. И третий. И вытягиваем петлю. Выравниваем всё очень аккуратно. Провязываем сейчас с вами накид. Провязываем вот через столбики, которые мы сформировали. На крючке у нас две петли. Теперь мы формируем вершину пышного столбика. Вот так. Снова вяжем одну воздушную петлю. И пропускаем одну петлю предыдущего ряда. В следующую делаем накид. И пропускаем крючок. Вытягиваем нить на полсантиметра, или высота, которую вы планируете. Снова накид. И вот так формируем. Чем больше накидов, тем пышнее столбик. Если у вас ниточка недостаточно объемная, вы можете сделать даже до пяти накидов. Теперь у нас накид и протягиваем через все петелечки. На правом крючке у нас две петли. Формируем вершину пышного столбика. Протягиваем через две петли одну петлю. Снова делаем одну воздушную петлю. Делаем накид на себя. И во вторую петлю предыдущего ряда вводим крючок. Сделали накид. Вводим крючок. Достаем петелечку высотой до сантиметра. Снова накид на себя. В эту же петелечку предыдущего ряда. Достаем нить. И вот так мы делаем с вами три пышных столбика. Выравниваем ниточки. Делаем накид. И протягиваем все провязанные столбики. На крючке остается две петли. Делаем накид. И формируем вершину пышного столбика. Воздушная петля. Пропускаем одну петлю. Во вторую вводим крючок. Делаем накид на себя. И в цепочку предыдущего ряда. Нить вытягиваем до сантиметра. И делаем вот так с вами. Три накида. Пышный столбик. Два и три. Пышный столбик. Делаем накид. Пропускаем через все связанные петли. На правой спице остается у нас петля воздушная и петля, которую мы вытянули с накида. Формируем вершину пышного столбика. Делаем воздушную петлю. В предыдущем ряде пропускаем одну петлю во вторую. Делая накид, пропускаем крючок. Вытягиваем нить до сантиметра. И делаем три накида с вами. Вводя в петлю предыдущего ряда. И третий накид. Делаем накид. Протягиваем ниточку через все петли и накиды на крючке. И делаем вершину пышного столбика. Вот две петли остаются. Протягиваем петлю через них. Снова делаем накид. В предыдущем ряду пропускаем с вами одну петельку. Вводим крючок во вторую петлю предыдущего ряда. Вытягиваем петельку длиной до сантиметра в данном случае. И делаем так с вами. Снова накид. Два и три. Чем больше накидов, тем пышнее у вас будет столбик. Сделав последний накид, протягиваем нить через все петли и накиды на крючке. На крючке две петли. Формируем вершину пышного столбика. Делаем воздушную петлю. Накид на себя. В предыдущий ряд пропускаем одну петлю. Крючок вводим во вторую петельку. Пропускаем крючок, вытягиваем петельку. И теперь делаем с вами один накид. Вытягиваем петельку. И еще раз накид. Пропускаем петельки. Вытягиваем до сантиметра. У нас получается вот такой пышный столбик. Делаем последний накид. Протягиваем нить через все петли и накиды на крючке. На крючке две петли. Формируем вершину пышного столбика. Делаем одну воздушную петлю. Накид. И пропускаем одну петлю предыдущего ряда. Вводим крючок во вторую петлю. Протягиваем. И делаем с вами накид. Накид. Протягиваем петлю и снова накид. Получился у нас пышный столбик с тремя накидами. Чем больше накидов, тем пышнее столбик. Теперь мы делаем накид. Протягиваем нить через все петли и накиды на крючке. Формируем вершину пышного столбика. На крючке две петли провязываем воздушной петлей. Дорогие друзья, первый ряд у нас получился. Поворачиваем вязание. И теперь мы с вами должны связать второй ряд. Для этого нам надо сделать несколько петель подъема. Все будет зависеть от высоты столбика. Может быть от двух воздушных петель до трех-четырех-пяти. Все зависит какая высота пышного столбика. Это очень важно. Я оставляю две петли подъема. Делаю накид на себя. И вожу в крючок. Посмотрите, вот такая как бы арочка между шишечками образовалась. И теперь накид. Протягиваем петелечку. Снова накид. Протягиваем петелечку. Снова накид. Протягиваем петелечку. У нас получился пышный столбик второго ряда. Делаем накид. Протягиваем его через все накиды и петли, которые мы с вами связали. И на крючке у нас образуются две петли. Первую петлю не провязываем. Теперь мы формируем с вами вершину пышного столбика. Делаем накид и протягиваем через две петли. Теперь мы снова с вами делаем воздушную петлю. Протягиваем накид и пропускаем крючок. Вот арочка, которая образуется между шишечками. И теперь даже начинающие вязальщицы смогут ускорить свое вязание, выработать почерк вязанию и получить удовольствие от этого рукоделия. накид, пропускаем в арочку предыдущего ряда, захватываем петелечку, вытягиваем на расстоянии сантиметра, накид, вытягиваем петелечку, еще раз накид, вытягиваем петелечку. Выравниваем столбики до одного сантиметра. Провязываем все столбики, которые мы связали, и накиды, оставляя первую петлю на крючке. Вот у нас две петли. Формируем вершину пышного столбика. Захватываем ниточку, провязываем одной петлей две петли. Воздушная петля, накид, вводим в крючок в арочку предыдущего ряда, образовавшуюся между шишечками. Протягиваем ниточку, выравниваем до сантиметра, чтобы они были равномерно. Накид, провязываем петля, накид, провязываем петля. Делаем теперь накид и провязываем все столбики накиды, которые мы связали. А на крючке у нас две петелечки. Провязываем одной петлей. Воздушная петля, накид на себя, крючок в арочку предыдущего ряда между шишечками. Вытягиваем нить до сантиметра, накид, вытягиваем петелечку, накид, вытягиваем петелечку. Образовался пышный столбик. Протягиваем нить через провязанные столбики и накиды. На крючке у нас две петли. Формируем вершину пышного столбика. Делаем воздушную петлю, накид на себя, в арочку между шишечками предыдущего ряда. Вытягиваем нить до сантиметра, накид, петля, накид, петля. Протягиваем ниточку через все связанные петли и накиды. На крючке две петли. Формируем вершину пышного столбика. Захватываем ниточку, провязываем две петли одновременно. Воздушная петля, накид на себя, в арочку между шишечками предыдущего ряда, ниточку вытягиваем до сантиметра, накид на себя, петелечка, накид на себя, петелечка. Протягиваем ниточку, делаем накид, через все связанные петли и накиды, на крючке две петли. Формируем вершину пышного столбика, накид и протягиваем две петли одной петлей. Воздушная петля, накид на себя, и вытягиваем до сантиметра петелечку, накид на себя, петелечка, накид на себя, петелечка. Выравниваем пышный столбик, делаем накид, протягиваем через связанные петли и накид, на крючке две петли. Формируем вершину пышного столбика, провязывая одной петлей две петли вместе. Дорогие мои друзья, вот здесь у нас, посмотрите, происходит как бы смещение края. Как же нам вязать его? Мы должны с вами сделать воздушную петлю, делаем накид и формируем половинку пышного столбика. То есть делаем два накида, всего лишь первый накид петля, еще один накид петля, и вот мы сформировали половину пышного столбика. Это даст возможность нам сформировать ровный край. Но так как мы вяжем с вами повязочку, у нас края будут сшиваться, и шишечки, они как бы между собой срастутся, этого не будет видно. Провязываем полупышный столбик, который образовался, через две петли одну петлю, поворачиваем вязание. Видите, ровный край. И теперь делаем две петли подъема и вяжем с вами третий и четвертый ряд. Я ускорю вязание, а вы вяжете образец самостоятельно. И теперь делаем две петли. Дорогие друзья, вот такой образец контрольный мы с вами связали, для того, чтобы очень быстро связать вот такую легкую, красивую, теплую повязку узором пышный столбик или шишечки. Очень красивая, объемная вязка, которая используется и для отворотов шапочек, и для повязок. И можно действительно вязать очень-очень быстро. И изделие получается очень-очень объемное. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал Марина Цветы. Оставляйте свои комментарии. Заходите в мои плейлисты. У меня очень много для вас мастер-классов для вязания, секреты вязания, выкройки вязания, вязания крючком и спицами. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте класс, если вам мой видеоурок понравился. И мы не потеряем друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»